Сумма единовременной выплаты заключившим в Карачаево-Черкесии контракт с Министерством обороны России составит 2 миллиона рублей. 8 сентября в России единый день голосования общественная палата Карачаево-Черкесии начала подготовку общественных наблюдателей. 1 сентября тысячи учащихся вернутся в свою родную третью школу глава республики и мэр Черкеска оценили готовность учреждения к учебному году. Обновленная система снизит затраты, капитальный ремонт котельной и воинской части в Станице-Староживой идет полным ходом. Здравствуйте на телеканале Россия 24 вести Карачаево-Черкесия. Глава Карачаево-Черкесии увеличила единовременную региональную выплату всем заключившим контракт в нашей республике с Министерством обороны России до 1 млн 600 тыс. рублей. Это региональная выплата и плюс 400 тыс. федеральные средства, назначенные указом президента России Владимиром Путиным. Решение о повышении региональной единовременной выплаты с 1 млн 305 тыс. до 1 млн 600 тыс. рублей глава Карачаево-Черкесии принял накануне. Также Рашид Тимрезов отметил, что с учетом ежемесячной заработной платы от 210 тыс. рублей в месяц военнослужащие и контрактники из Карачаево-Черкесии могут получить в год от 4,5 млн. рублей. Социальный фонд России создал рабочую группу по оперативному оказанию мер социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших при вторжении ВСУ в Курскую область. Председатель фонда Сергей Черков поручил выплатить все положенные населению пенсии и пособия, а также организовать консультирование граждан в пунктах временного размещения. По вопросам получения пенсии и пособия, а также других выплат Социального фонда России по Курской области, а также по вопросам пенсионного и социального страхования можно обратиться в любую клиентскую службу Социального фонда по месту пребывания по телефону горячей линии. Будут следить за прозрачностью и открытостью выборов. Общественная палата Карачаева-Черкесии приступила к подготовке общественных наблюдателей. Независимые эксперты будут следить за соблюдением равенства прав всех участников избирательного процесса. О том, как проходит обучение, расскажет Дарья Тандит. В Центре образования номер 11 проводили обучающий семинар для тех, кто изъявил желание быть независимым наблюдателем на предстоящих выборах в сентябре. Институт наблюдения начал свою деятельность в 2018 году. За прошествие времени он окреп и стал важен на пути к укреплению демократических процессов и гражданского участия. Сусана Калиева, имея активную жизненную позицию, наблюдателем решила стать ещё много лет назад. Ежегодно участвую в выборах и считаю, что активная жизненная позиция должна быть у каждого гражданина, который хочет, чтобы был мир во всём мире. В ходе обучения тренеры-преподаватели объясняли, как справиться с той или иной возникшей ситуацией, с которыми могут столкнуться наблюдатели на избирательных участках. В том числе рассказали про возможные провокации и фейковые вбросы. Представили практические кейсы, как эффективно реагировать на возможные нарушения. Люди, обеспечивающие честность выборов, должны разбираться во всём, подчеркнула председатель общественной палаты республики. Мы очень благодарны нашим наблюдателям и понимаем, что от их качества работы во многом зависит легитимность избирательной кампании. Наблюдатель должен быть корректным и ответственным. Кроме этого, наблюдатель ведь находится с момента открытия избирательного участка до момента подведения итогов. То есть, все этапы наблюдатель должен знать. Поэтому это ответственный человек, сильной воли, характера, дисциплина. А самое главное – человек, любящий свою Родину. Напомним, что выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Глава Карачаева Черкесии Рашид Семрезов и мэр Черкеска Алексей Баскаев оценили готовность к началу нового учебного года школы номер 3 республиканской столицы. Как отметил глава региона, 1 сентября тысячи учащихся вернутся в свою родную школу. Здесь для них будут созданы комфортные условия, соответствующие современным стандартам школьного образования. Отремонтированы все кабинеты, два спортивных и актовые залы, помещения для внеклассной деятельности. Все это позволит школьникам всесторонне развиваться. Сейчас в Черкесске ведется капитальный ремонт еще в двух образовательных организациях гимназии номер 17 и 5. Тепло рождается благодаря природным ресурсам, а отапливается и сохраняется при помощи оборудования котельной. В станице Староживая полным ходом идет капитальный ремонт котельной, расположенный на территории воинской части. Какой объем работы уже выполнен и будет ли завершен ремонт к отопительному сезону узнавала Майя Хамдохова. Капитальный ремонт котельной является важной мерой для обеспечения эффективного и надежного теплоснабжения зданий и сооружений. Обновленная система снижает затраты на топливо и операционные расходы. Она также повышает надежность работы и снижает риск срыва теплоснабжения в осенне-зимний период эксплуатации. Кроме того, ремонт способствует улучшению экологической ситуации за счет снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. Учитывая срок эксплуатации котельной, был проведен детальный анализ работы существующей системы. Определены его недостатки, составлены дефектные акты. По словам начальника отделения эксплуатации теплового хозяйства Антона Костюченко, объем работы выполнен более чем на 50% и в установленные сроки укладываются. На данный момент работы произведены полностью по третьему котлу. Работы по второму котлу выполнены на 55%. По установке КО выполнены полностью. Точно так же замена по пароводинным подогревателям выполнена полностью на 100%. Сроки укладываетесь? Какие вообще сроки установлены? Сроки, да, мы укладываемся. Согласно контракту, завершение капитального ремонта должно быть произведено в сентябре. В декабре 2023 года был заключен контракт с подрядной организацией ООО «Технологии строительства» на выполнение работ по капитальному ремонту котельной. Федеральное государственное бюджетное учреждение ЦЖКУ является эксплуатационно-коммунальной организацией Министерства обороны, на которую возложены функции содержания технического обслуживания объектов казармино-жилищного фонда, а также коммунальных объектов Минобороны. В рамках ремонта в котельной были запланированы следующие виды работ. Демонтаж обмуровки котлов и дымогарных труб котла номер 3 и 2. Монтаж дымогарных труб фронтального боковых экранов и труб конвективного пучка котлов. Обмуровка котлов, замена теплообменного оборудования, замена автоматики управления котлами номер 3 и 2. И ремонт автоматики первого котла. Работники котельной, несмотря на сложности, возникающие во время технического обслуживания, стараются не останавливать работу и принимать все меры для дальнейшей эксплуатации теплознабжения в осенне-зимний период. Все электрооборудование котельной. Щитовая, насосы, обслуживание насосов полностью. Вот утром приходим, смазываем один-двеятель, разбираем, потом другой и так по очереди каждую смену. Какие-то сложности возникают во время обслуживания? Ну, бывает, когда ночью свет выключится, вот, там и начинают по-темному, там же с фонариками делаем. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Деленчукский район. Без цемента невозможно никакая стройка. 50 лет исполнилось лидеру по производству этого стройматериала на Северном Кавказе предприятию «Кавказцемент». Полувековой юбилей отметили на Центральной площади Уст-Джигуты церемонии награждения лучших сотрудников и праздничным концертом с торжества Али Баташев. «Кавказцемент» был основан на джигутинском месторождении известняков и глины в 1972 году. В 1974 завод уже выпустил первую продукцию – клинкер и цемент. В качестве топлива используется мазут и природный газ. Сегодня «Кавказцемент» – ключевой поставщик цемента в Северокавказском и Южном федеральных округах и один из самых востребованных в нашей стране. С 2004 года входит в состав крупнейшего холдинга «Цемрос». Сейчас производственная мощность предприятия составляет около 3,5 миллионов тонн цемента в год. Полная автоматизация производства – от карьера до упаковки. Сергей Гребенец работает на цемзаводе 33 года. «Раньше люди носили мешки руками, сейчас погрузчиками носят. А сколько всего, сколько мельниц, сколько оборудования. Безусловно, идем правильно, идем верным путем». Евгений Беспалов пришел на «Кавказцемент» в 1981 году. Работал на разных должностях – машинистом тепловоза, начальником цеха. «На данный момент мастер по ремонту железной дороги. То есть это рельсы, шпалы и в таком плане». «Вы испытываете гордость за свою работу? Что-то полезное производите?» «Да, конечно. Если не будет железной дороги, наша продукция с цемзавода, как говорится, не уйдет. А это движущая сила». Главная движущая сила «Кавказцемента» – это его работники, отмечали организаторы праздничного мероприятия. Виновников торжества поздравили руководство предприятия и приглашенные высокие гости. «Хочу поздравить коллектив, руководство. Благодаря вашему труду, благодаря династии поколения-поколения, передача опыта мы производим самый лучший цемент, самый качественный цемент, который идет во благо развития не только нашей республики, но и всей страны». «Мы по праву абсолютно созидательная профессия. И поэтому мы создаем города, дороги, парки, школы, сады. Ведь именно из нашего продукта все эти объекты воплощаются в жизнь». За многолетний добросовестный труд многих достойных работников «Кавказцемента» наградили различными государственными и ведомственными наградами. Праздничный концерт открыл государственный ансамбль танца «Эльбрус». Свои самые известные хиты исполнили группа «Джеги Тэй», Ачар Меремкулов, Марьяна Алботова, Алика Богатырева и другие исполнители и творческие коллективы республики. Порадовали публику и приглашенные гости «Ислам Итляшев», «Эльдар Агачев» и танцевальный казачий коллектив «Вольная степь» из Ставропольского края. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия, Усть-Джигутинский район. Далее смотрите постоянную рубрику «Сила права» с Белой Джезаевой.